Итак, еще раз, еще раз добрый день, уважаемые слушатели. Продолжается бизнес-канал на Финам.ФМ. Только что мы обсудили с вами ситуацию на финансовых рынках, поговорили о динамике национальной валюты, ну а теперь самое время немножко успокоиться, да, я бы даже сказал расслабиться в каком-то смысле, и поговорить в рамках уже следующего часа бизнес-канала, в рамках бизнес-класса, поговорить о том, как делается бизнес в нашем с вами любимом отечестве, и поговорить с его ярким представителем. Значит, сразу я представляю моего гостя, Владимир Ячев, директор по развитию в России и СНГ, Хилтон Вордвайт. Добрый день, Владимир. Добрый день, добрый день всем радиослушателям, добрый день, Олег. Спасибо. Значит, уважаемые слушатели, тема нашего сегодняшнего эфира звучит так. Развитие гостиничной индустрии в России, ну и сами вы понимаете, тема достаточно важная для подавляющего большинства и слушателей, и то даже, может быть, еще и не успел включить радиоприемник. Об этом потом, наверное, пожалею, потому что у нас эфир прямой. И я напомню вам еще раз, у вас есть возможность присоединиться к нашей беседе, задавать вопросы сегодня Владимиру. Телефон студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании finam.f. Ну что ж, гостиничная индустрия в России, какая она, Владимир, расскажите, пожалуйста. Есть ли она вообще? То, что есть отель Hilton в Москве, в частности, говорит само за себя, естественно. Но, наверное, это еще не вся индустрия. Да, конечно. Вы знаете, ну, как бы гостиничная индустрия имеет достаточно большую историю и в России, и в том числе за рубежом. Так же, как и компания Hilton, которая представлена более 90 лет уже на рынке, одна из самых, скажем так, самых опытных компаний в мире. Вот, конечно, гостиничный бизнес развивался там и в советские времена, и до советских времена. Но последние годы идет, в связи с развитием глобализма, идет проникновение, активное проникновение гостиничных сетей международных. И что самое важное для потребителя российского, это проникновение стандартов. Стандартов качества. Да, стандартов качества и в строительстве гостиниц, и в управлении этими гостиницами. Предоставление качественных услуг международного уровня. Владимир, вы, я знаю, собственно, занимали свое время и строительством, и управлением недвижимости. Я так понимаю, именно поэтому в конечном итоге мы сегодня с вами в студии встретились. Да, ну вот последние 15 лет я занимаюсь развитием гостиничного бизнеса международного в Российской Федерации и в странах СНГ. Поэтому есть определенный опыт накопленный. Есть какая-то история, есть чем поделиться с радиослушателями. Это здорово. Значит, возвращаясь к вашему вопросу, рынок гостиниц, которые были построены в советские времена, он как-то развивается и преобразуется, хотя преобразовать старые советские гостиницы крайне сложно. Конечно. Когда они проектировались и строились, стандарты и требования постояльцев были одни. И то, что мы имеем на сегодняшний день, оно очень сильно разнится с тем, что было тогда. Конечно. И поэтому нужны новые гостиницы. Именно в физическом смысле новые, да? Абсолютно, да. Потому что иногда само здание старой гостиницы, я бываю часто в командировках, просто я прекрасно знаю, в регион обязательно обычно приезжаешь. И там бы и рады бы, ребят, мы вам и кондиционер хотите вот сюда повесить? И один раз забавно было, у меня в номере, прям в живом номере была душевая комбина стояла. Она не стала, к сожалению, ну или по объективным причинам туда, где она должна стоять, она стояла рядом с кроватью у меня. Ну, друг мой, сказали мне в ответ, вот ты посмотри, у нас же сколько там, три звезды, четыре звезды. Да, что ты хочешь. И, вы знаете, вот поэтому мы стараемся те стандарты, которые отработаны Хилтоном во многих странах мира, их привнести сюда, потому что требования людей, которые останавливаются в гостинице, и бизнесменов, и туристов, они стали совершенно другими. Во-первых, люди путешествуют по всему миру, они привыкли уже к совершенно другому уровню стандартов. У них есть возможность сравнить. Опять, если вспоминаем Советский Союз, сравнить-то было не с чем. Да, 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 да. Поэтому любая, как бы, гостиница, это было уже хорошо, если в ней не живет там в номере, там, пять человек. Если есть места, помните, замечательный фильм «Родня». Вот, поэтому мы, как бы, развиваем именно гостиницы самые современные, самые технологичные гостиницы, и они отвечают не только требованиям сегодняшнего дня, но так как строительство, процесс достаточно длительный, проектирование строительства и так далее, наши стандарты закладываются с неким опережением. На пять-десять лет вперед мы прогнозируем то, что будет необходимо путешественнику, туристу, бизнесмену именно с перспективой развития. То есть самые серьезные технологии связи, коммуникации, телевидения, комфорта. То есть вы в какой-то степени должны быть провидцами, да, в этом смысле, в хорошем смысле слова должны быть провидцами. Абсолютно правильно. Вот у нас мы вкладываем достаточно большие деньги в разработку стандартов, требований по брендам. Точно так же, как в автомобилестроении. Одна модель машины находится на конвейере, выпускается, но в это же время разрабатывается совершенно новая модель того же класса, которая выйдет на конвейер через три года, через пять лет. И она будет производиться в течение какого-то количества времени. То же самое происходит и у нас. Мы без остановки работаем над новыми моделями, те, которые будут выходить на рынок через несколько лет. А это уже закладывается сегодня. Мы опрашиваем большое количество клиентов, что им нужно будет. Мы работаем с технологами, с людьми, которые занимаются разработкой новых технологий. И все новейшие достижения и в дизайне, и в акустике, и в связи, и в телекоммуникациях захладываются в эту новую модель. И потом она запускается на конвейер. Да, это непростой процесс, я бы даже сказал. Да, да, да. Кстати, Владимир, скажите, вот Хилтон оказался в России. Это результат чего? Опять-таки, профессионализма, да, вот этой вот, я бы сказал, такой правильного взгляда в будущее непосредственно сотрудников. Либо вы понимаете, что Россия это тот самый рынок, да, где можно развиваться, потому что, ну и дальше. Вы знаете, руководство компаний определило в Европе стратегические рынки развития, и Россия вошла в число этих стратегических рынков. Поэтому это профессионализм руководителей компаний, которые в свое время, это было 5-6 лет назад, приняли решение развиваться активно в России. В 2007 году был зарегистрирован офис компании в России, и в 2008 году был открыт первый отель. В 2008 году? Да. Как-то цифры это очень, да? Ну, до этого, как бы, руководство компании занималось, как бы, смотрело на этот рынок, но не считало его, скажем так, стратегическим рынком. После принятия решения был открыт офис, у нас сейчас очень профессиональная команда, которая занимается и развитием, и технической поддержкой при строительстве и проектировании отелей, и продажами этих отелей, и так далее, и так далее. Ну, на ваш взгляд, по крайней мере, да, вот рынок Российской Федерации стал в числе приоритетных, с точки зрения стратегического развития Хилтона, именно потому, что в России со времен Советского Союза, да, проблема и с гостиничными, номерами, что называется, с гостиницами и так далее. Вы знаете, ну, как бы, рынок российский гостиничный, он был не разве так, как этого требовал потребитель конечный, плюс рост экономики российской, плюс продвижение страны на международных рынках. В частности, это, как бы, свидетельством того является проведение крупнейших международных спортивных мероприятий, такие как универсиада в Казани, Олимпийские игры в Сочи, чемпионат мира по футболу, проведение различных крупных международных саммитов, ШОС, ОТС и так далее. Это является дополнительными стимулами к развитию как внутренней инфраструктуры гостиничной, так и толчок для того, чтобы страна стала интересной для международных туристов и бизнесменов. Совершенно верно. Россия, можно сказать, тоже интегрируется, да, в глобальный мир. Абсолютно верно. И в этом случае как раз и возникает необходимость. И проведение таких крупных мероприятий, оно дает, во-первых, открывает окно в мир для России и показывает Россию всему миру. Владимир, я прошу прощения, сейчас новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем наш эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии. Владимир Ильичев, директор по развитию в России и СНГ. «Хилтон Вордвайт». И мы говорим о гостиничной индустрии в Российской Федерации. Напомню для вас, уважаемые слушатели, телефон студии 6510996, код Москвы 495. И сайт компании финам.ФМ. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Ну что ж, Владимир, вернемся к нашему разговору. И если позволите опять, я бы хотел узнать от вас следующее. Вот компания ваша посмотрела в сторону России. Ну понятно, по каким причинам вы их озвучивали. И придя сюда в седьмом, в восьмом году, первый отель в восьмом, вы говорите, да, в седьмом году вы пришли. Что вы увидели? Мы увидели прекрасную страну, в которой были, в некоторых местах были отели международного класса. Например? Ну, в Москве, Санкт-Петербурге и очень редко где в регионах. Даже в крупнейших городах миллионников. В большинстве из них не было отелей международного класса. А потребность была колоссальна. И мало того, что потребность была колоссальна, потребность эта росла с каждым годом. И продолжает расти. То есть можно сказать, что в принципе рынок не насыщен до сих пор еще. Да, да. И спрос гораздо выше предложений. Абсолютно правильно. Если, как бы, ну, краткий анализ сделать по крупным городам, Москва, Санкт-Петербург и регионы, я скажу так, что мы вот по Москве и Санкт-Петербургу, мы рассматриваем достаточно много проектов. Часть из них уже в стадии реализации, часть в стадии переговоров. Всех категорий отелей. От эконом-класса до люксовых отелей. И все они под, что называется, брендом Хилтон пойдут? Да, у нас, на самом деле, шесть основных брендов, которые мы продвигаем здесь на территории России и СНГ. Это эконом-класс бренд Хэмптон by Хилтон. Средний ценовой сегмент Хилтон Гарден Ин. Значит, высокий класс Дабл Три by Хилтон бренд. И высший ценовой сегмент Хилтон. У нас есть два люксовых бренда. Без добавок, что называется, да? Хилтон, просто Хилтон. А у нас есть два люксовых бренда. Один называется Конрад и второй Валдорф Астория. Вот два города в Российской Федерации, где мы рассматриваем проекты люксового бренда. Это Москва, Санкт-Петербург. Пока, к сожалению, в региональных городах спроса на такой уровень достаточно глубокого спроса нет. А если, извините, пожалуйста, если сравнить, допустим, с Европой и с Америкой, да? Ну, с чем обычно обычно спроса? Сравниваем. Вот там, ну, в Америке, наверное, тоже понятие регион, американский регион такое сомнительное, вот, да, учитывая инфраструктуру. Но, тем не менее, вот, что называется, люксовые варианты, они не только в столичных городах присутствуют, в Европе и в Америке. Вы знаете, они не только в столичных городах присутствуют, естественно, но надо отталкиваться, на самом деле, не от географии, а от спроса. Они присутствуют там, где есть спрос на эти услуги. И, в первую очередь, мы изучаем этот спрос, есть он или нет, насколько глубок этот спрос. И потом под этот спрос выбирается тот или иной бренд, тот или иной сегмент рынка и определяется номерной фонд. Там можно 100 номеров построить, 200 номеров, 300 номеров. Поэтому в зависимости от глубины этого, емкости этого рынка, значит, подбирается нужный соответствующий сегмент отеля. Вот это очень интересно, потому что я, так уж извините, да, может быть, не сильно в материал был погружен. Для меня слово «Хилтон» — это всегда синоним чего-то очень дорогого, очень качественного, конечно, и очень дорогого. Поэтому говорить о том, что, да, вот есть эконом-сегмент, оказывается, это всегда очень приятно. Да, вы знаете, ну, как бы, «Хилтон» — такой, как бы, зонтичный бренд, наверное. Все отели имеют какую-то приставку «Хилтон», но сам «Хилтон» бренд — это один из секторов этого полного спектра рынка. На самом деле, если смотреть по количеству, вот «Хилтон Волдвайт» представляет из себя сеть, которая состоит из 4000 отелей. Мы не так давно открыли 4000-й отель. — Юбилейный. — Да, в Китае. Вот. Так вот, больше половины из всей этой массы отелей составляют отели эконом-класса. Вот «Хамптон» by «Хилтон» — их больше, чем 1800 отелей. И «Хилтон Гарден Инн» — средний ценовой сегмент. Их порядка 500-50-600. Ну, как бы, цифра постоянно меняется, потому что мы в год открываем где-то 150-170 отелей ежегодно. — По всему миру? — Да, по всему миру. Темпы развития такие. Приблизительно через день открывается где-то новый отель под одним из брендов «Хилтон». Вот. Поэтому вот этот сегмент рынка, он наиболее емкий. То есть наибольший спрос, количество ночевок в любой стране мира и в Соединенных Штатах, и в Европе, оно как бы относится к сегменту именно эконом-класса, средний ценовой сегмент. И в этом направлении мы как раз активно работаем. В первую очередь в регионах. Москва и Санкт-Петербург тоже. И вот если взять все отели, которые сегодня открыты и работают в России, то это «Хилтон» в Москве. Это высший ценовой сегмент. «Дабл три бай Хилтон» в Новосибирске. Высокий ценовой сегмент. И два отеля «Хилтон Гарден Ин». Один в Перми, один вот в конце апреля был открыт в Краснодаре. И следующие три отеля, которые открываются у нас, Воронеж, Волгоград и Москва, они все относятся тоже к эконом-классу или среднему ценовому сегменту. Это наибольшее количество бизнесменов и туристов, они предпочитают останавливаться в этих отелях, но им нужен международный стандарт качества размещения и сервис. Им нужен кондиционер, им нужна чистота в номере, им нужен интернет скоростной, им нужен качественное телевидение. Увидев вывеску «Хилтон», они по определению уже знают, что я сюда приду и там будет это, это, это. Мы гарантируем качество размещения. Мало того, наши бренды «Хамптон Бай Хилтон» и «Хилтон Гарден Ин» гарантируют стопроцентное удовлетворение гостя. Если гость чем-то недоволен, это политика именно бренда «Хамптон Бай Хилтон». Если гость чем-то недоволен, он не платит за проживание. Владимир, ну, это очень тонкий момент. Гость может быть просто по жизни чем-то недоволен, да, и тогда, понимаете, он воспользуется просто. Вы знаете, мы, на самом деле, проводила компания изучение статистику вот этих недовольных гостей, и все говорили, что это риски большие, и так далее, люди будут придумывать. Лишь бы не заплатить, конечно. Лишь бы не заплатить. На самом деле статистика такая. Где-то один, максимум, там, полтора процента из всех людей, которые останавливаются в этих отелях, они высказывают какое-то неудовольствие. Ну, объективное или все-таки вот так вот желаем? Объективное, иногда спорное, но мы, как бы, если человек высказывает недовольство, мы возвращаем ему деньги. И? Вот. И этот человек возвращается к нам, и он рассказывает об этой истории десяткам своих друзей и знакомых, и это самая лучшая реклама. Я ждал другого продолжения. Мы возвращаем ему деньги и вносим его в черный список. Нет. И больше он никогда в нашем отеле. Мы всех своих гостей любим, и они это чувствуют, и они к нам приходят снова и снова. Смотрите, он рассказывает то, о чем вы говорили, такой вариант, как это, телефонного радио, да? Да. Так вот, рассказывает он о чем? О том, как он удачно отдохнул, остановился в отеле «Хилдон», или просто он говорит о лояльности? Он говорит, что, как бы, там, если какие-то бывают, крайне редко, какие-то накладки, там, технические, я вот высказал свое недовольство, мне вернули деньги, и, как бы, я не думал, что вот... Так все запросто. Да, ну, в других, там, отелях люди жалуются, их там никто не слушает, или им что-то рассказывает. Там надо побороться еще, чтобы тебе деньги-то вернули. Но деньги никто не возвращает. Ну, у нас вот такая политика. Ну, это опять, я так понимаю, все-таки работа на репутацию, прежде всего. Это работа на репутацию, это также дисциплинирует сотрудников отеля. Потому что, да, вот это тоже интересно, потому что эти недополученные из клиента средства... Нет, мы не высчитываем сотрудников. Просто если в этом была вина сотрудника, и эти, как бы, случаи повторяются... Не дай бог. ...то, как бы, сотрудник, наверное, не соответствует своей квалификации. Ну, это очевидно. Ну, это бывает крайне редко, поэтому я бы на этом не заострялся. У нас больше появляется лояльных клиентов, которые, понимая, что в случае того, что если что-то будет не так, ему возвращают деньги, и он, как бы, наоборот, чувствует дополнительную гарантию того, что его качественно обслужат, и все будет хорошо. У него не будет плохих сюрпризов в этом отеле. Кстати, возвращаясь к стандартным требованиям, в частности, требованиям к отелю вашему непосредственно, мне кажется, что-таки сложновато в каждом из сегментов все же все эти моменты соблюсти. Ну, вот эконом-класс. Почему он эконом? Потому что там, ну, вот такой размер номера, да, там такое количество мебели в этом номере. Там, наверное, нет кондиционера или... Нет, там, нет, кондиционер есть везде, и сейчас, может быть, нет смысла вдаваться в такие детальные подробности. Там есть все, что необходимо. Там нет рум-сервиса, например, там нет сауны... Ну, то есть всего, без чего можно обойтись. Или там солярия какого-то, нет массажа, нет консьержа, который катает твой чемодан там. А вот ты сам должен это сделать. Там нет мини-бара, например, в номере. Ну, есть фитнес-центр, есть бизнес-центр. Все это работает круглосуточно и бесплатно. Ну, самые необходимые, да, какие опции там все время... Да. Но за тобой никто не ходит и там не ухаживает на Зойлева. Но это и стоит соответствующих денег. Но очень комфортные номера. Там кондиционер с возможностью регулировать температуру по твоему вкусу. И сделать теплее, сделать холоднее. Там доступ, бесплатный доступ в интернет. Бесплатная печать документов удаленная. Ты из номера можешь отправить свои документы на печать, потом спуститься вниз в бизнес-центр и распечатать свои документы бесплатно. Поэтому там достаточно хороший уровень размещения, качественно. Все очень эргономично спланировано в номере, комфортно. Но обслуживается он небольшим количеством сотрудников. Кстати, вот опять очень важно всегда говорить о том, а кто в перспективе, да, когда вы рассказывали, оценивается некое развитие, что ли, этого бизнеса. То есть, когда вы смотрите чуть впереди, вы наверняка оцениваете и кто будет останавливаться в этих отелях. Потому что традиционно, да, либо это могут быть туристы, либо это могут быть бизнесмены, либо эти люди по какой-то другой причине перемещаются в пространстве. И для каждого из этих людей, вот сейчас вы привели в пример, что ксерокс есть, да, или там принтер где-то стоит. Я думаю, что многие, ну, как минимум советские или российские отели, могли бы об этом забыть просто-напросто, потому что не подумали о том, что это может понадобиться. Там многих вещей не хватает в этих отелях. И очень важно, чтобы менталитет этих сотрудников, то есть с сотрудниками надо работать, надо их тренировать, обучать, рассказывать, как работать с клиентами, потому что они живут за счет тех денег, которые платят клиенты. Они им платят зарплату. Вот, поэтому они не должны от них отмахиваться, как от назойливых мух. Это очень хорошая тема, да, как все-таки профессионалист сотрудника нелегким трудом добивается. Сейчас еще раз новости на Финам. Финам. Ну что ж, друзья мои, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам. Сегодня мы обсуждаем тему гостиничной индустрии в России. У меня в гостях Владимир Ильичев, директор по развитию в России и СНГ, Хилтон Вордвайт. Я напомню, телефон в студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Ну что ж, вернемся к нашему разговору. Итак, гостиничной индустрии в России. Понятно, что если опять посмотреть чуть назад, да, при переходе из Советского Союза в новые экономические реалии, мы оказались во многих отраслях, собственно, нашей экономики, как говорят такие случаи, у разбитого корыта. Вот я так понимаю, что это корыто и в гостичном секторе был достаточно разбитым. Сейчас, когда вы здесь, ну, и в принципе, если говорить о развитии этой индустрии в России, все-таки как это выглядит? Либо это перестройка старого фонда, что называется, либо это создание нового, что проще, что экономичнее, что рентабельнее. Не выглядит ли, да, приход большой иностранной сети стандартным таким слиянием и поглощением? Или все-таки вы стараетесь занять свое место, найти свою нишу? Знаете, очень интересный вопрос. Вы задали много дискуссий в профессиональном сообществе на эту тему идет, и я много выступаю. И мы анализировали большое количество проектов по реконструкции старых отелей. Ну, как бы нужно каждый раз анализировать все это case by case, что называется. То есть каждый проект отдельно. Но если в целом картина, я посмотрел огромное количество отелей советского периода построенных, их практически за разумные средства реконструировать и сделать из них отели, которые отвечают современным требованиям, практически невозможно. Или это очень дорого и становится экономически неслицеобразным. За исключением, может быть, каких-то единичных примеров старых исторических отелей, которые из себя представляют памятники. Ну, их по определению уже, да? По определению с ними ничего не сделаешь. Поэтому нужно играть в пределах того объема архитектурного, который заложен изначально. Кстати, в конечном итоге это может добавить некую стоимость, именно потому, что вы живете в памятниках. Это как раз проект гостиницы «Хилтон Ленинградская», который находится в Сталинской высотке. Это проект 1955-1956 года. Получился уникальный проект с современным оснащением, абсолютно комфортные номера, но сохранил свой стиль и облик. Ну, кому-то там сталинский ампир нравится, кому-то не нравится, но иностранцы очень любят этот объект. Я думаю, да, и с удовольствием. Сейчас тем более такой бум на советскую живопись советского периода и так далее. А в целом, если брать региональные проекты, то гораздо проще и дешевле снести, если это не является памятником, и построить новый современный отель. Потому что как ты не реконструируй, все равно будет неэффективная планировка, неэффективное управление, вызванное неэффективной логистикой в существующем здании. И потом всю жизнь будешь, после того, как ты вложишь, реконструируешь, вложишь большие деньги, в неудобном здании будешь продолжать всю жизнь работать с большими издержками. Тем более, вам как строителю-то, да, это наверняка знакомо изнутри, потому что здания, которые строились в советские времена, не из стекла и бетона, что называется, мягко говоря, они существенно отличаются. Да, поэтому проще гораздо эффективнее снести и построить новое современное здание, которое там в ближайшие 20-30 лет будет стоять и удовлетворять потребностям клиентов отеля. И будет управляться достаточно разумными средствами и человеческими, и энергозатраты там, и так далее. Вот, поэтому как бы в целом лучше строить новое современное, нежели реконструировать. Поэтому у нас никаких таких тенденций и желания как-то поглощать там нету, потому что мы не видим смысла в этом поглощении. Ну, здесь просто нет экономической эффективности, как минимум. Возвращаясь к идее постояльцев, кто эти люди и, соответственно, как должна выглядеть гостиница для того, чтобы, значит, всех, да, весь возможный спрос удовлетворить. Я в каком свете задаю этот вопрос? Ну, очевидно, про это много пишется и говорится, и наверняка это те, кто разъезжает каким-то образом, часто или не очень с этим сталкиваются. В Москве и в России, наверное, в целом тоже большая нехватка гостиниц именно эконом-класса. Именно эконом-класса. Вот если говорить о Москве, да, как о столичном городе, согласны ли вы с такой позицией? И как, на ваш взгляд, эту проблему можно решить именно в Москве? Я абсолютно согласен. И просто если сравнивать крупные города, там, европейские, основной номерной фонд, он как раз сосредоточен именно в сегменте эконом и среднего ценового сегмента класса, потому что здесь основная масса людей и туристов, и бизнесменов, которые приезжают, она именно размещается в отелях этого сегмента. Ну, то есть, извините, задача какая, да, у человека, который перемещается либо по работе, либо он решил отдохнуть? Его задача какая? Где-то переночевать ему надо, да, покушать, отдохнуть, да, чтобы было это как минимум комфортно и продолжить свое путешествие? Да, да, да. Комфортно. Это должно быть там чистый номер, должна быть там холодная и горячая вода, желательно не ржавая, которая течет из кранов, полотенца должны быть чистыми, значит, там, телевизор должен работать, интернет должен работать. Владимир, простите, пожалуйста, и завтрак. Да, вы мне бросили мячик по поводу ржавой и горячей воды. Мне очень любопытно. Ну, видите, смотрите, ржавая и горячая вода потечет из крана, и это не беда Хилтон или кого-то другого, советского отеля. У нас не потечет. Ну, ведь эта проблема-то, да, связана не с конкретным отелем, они где-то глубже, в буквальном смысле слова, эти проблемы. Ну, нет, это все связано со стандартами и требованиями и подходом каждого владельца отелей. Мы, как бы, в наших стандартах предусмотрена водоподготовка. Мы не включаем кран напрямую из городской сети. Раз. Потом трубы, по которым течет вода, мы смотрим, какие трубы заложены в проекте и какие трубы реально на строительной площадке устанавливаются. Поэтому, почему ржавая вода? Первое, это или ржавая вода приходит из городской системы, хотя сейчас в основном должна нормальная вода приходить, или же она ржавеет в этих старых трубах, которые не соответствуют требованиям. А, кстати, чьим требованиям? Конкретно вашим? У вас есть некая модель. Ну, да, у нас есть стандарты и требования. Раньше были госты на все и на трубы в том числе. И вряд ли, да, можно было говорить. Ну, госты гостами, а жизнь жизнью. И когда я там путешествовал, ну, сейчас реже и реже встречается эта ситуация, но, тем не менее, встречается. А раньше мне говорят, ну, вы, говорит, слейте, она потечет нормальной водой. Надо немножко подождать просто. Да, надо 5 минут подождать, она ржавая потечет. А то, что ванна коричневого цвета... Ну, ее можно быстренько ополоснуть, в конце концов. Вот. Поэтому у нас горячей ржавой воды не может быть, потому что у нас все предусмотрено. Даже если какая-то вода приходит не очень качественно, есть вот подготовка, которая там стоит обезжелезиватель, которая убирает там все, что нужно убрать. То есть такие вещи, опять, можно решить. Да, да, просто надо знать, что вода не должна течь ржавой. Я вспомнил еще один аргумент, но это относится к советскому времени, конечно, когда вот такая история, да, в гостинице потекла ржавая вода, вы с претензией, ну, вы слейте, подождите 5 минут, а вы следующую претензию, что ванна тоже будет не особенно в этом смысле белоснежная. И последний аргумент, я его слышал много раз. Ну, не графья. Ну, потерпите, ну, не графья же, боже мой. Ну, мы уже, мне кажется, ушли от этого. Да, 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 сейчас мы графья. Вряд ли. Сейчас клиент — это человек номер один в отеле, поэтому все должны работать на этого клиента, даже на очень причудливых клиентах. Совершенно верно. Кстати, вот об этом давайте мы поговорим, потому что тема профессионализма ваших сотрудников. В конечном итоге вы абсолютно верно сказали, что сотрудник получает зарплату, ну, опосредованно, но, тем не менее, из рук клиента. И в конечном итоге именно клиент для него, для сотрудника такие, да, и должен быть тем светом в оконце. Не всегда, к сожалению, не всегда приходится признать у сотрудника такое отношение к клиенту. Как вы конкретно решаете эти вопросы? Вы знаете, ну, компания Hilton 90 лет на рынке, и за эти годы выработалось достаточно много правил и стандартов операционных. Как управлять гостиницей, как подбирать профессиональную команду, какие задачи ставить каждому из сотрудников, какой функционал должен быть у каждого из сотрудников, как его подготовить нужным образом. И система вот тренингов, подбора персонала, подготовки и переподготовки, она очень серьезная в компании Hilton. Наши менеджеры очень высокопрофессиональные люди. И те, кто эту систему создает, модифицирует и контролирует ее исполнение, они супервысокопрофессиональные люди. Они все там по 20-30 лет в этом бизнесе. Они знают, как надо готовить этих людей. Я буквально два слова скажу. У нас как бы две бизнес-модели. Управление, да, когда мы сами управляем этим бизнесом, и франчайзинг. Когда мы предоставляем... Это тонкий момент уже, когда француза, все начинает уже... Собственнику. Сердце болеть. Возможность управлять отелем под нашим брендом, но кроме того, что он получает право под этим брендом управлять, он еще получает достаточно серьезные обязанности. Конечно. Соответствовать стандартам бренда, в том числе операционным стандартам. И мы им даем доступ к возможности готовить своих специалистов по нашим стандартам, даем им доступ к этим стандартам, доступ к курсам подготовки и переподготовки, к тренингам. И весь персонал, абсолютно начиная от горящей, до кончая генеральным менеджером, должны проходить эти стажировки, подготовки в онлайн-режиме, в режиме живого общения с тренерами, или генеральный менеджер направляется в обязательном порядке на курсы подготовки. Поэтому мы очень серьезное внимание этому уделяем. И вот показатель того, что люди возвращаются к нам снова и снова, это вот наша программа лояльности клиентов, очень мощный такой инструмент. У нас сейчас насчитывается более 30 миллионов лояльных клиентов, которые владеют карточками Hilton Honors, так называемые. Путешествуя по миру, они останавливаются в наших отелях и накапливают баллы. То есть они знают наши отели, они доверяют нашим отелям, доверяют качеству услуг, которые они могут ожидать в этих отелях. И они лояльны бренду Hilton. 30 миллионов – это колоссальная цифра. Да, это говорит само за себя. Но возвращаясь, тем не менее, к взаимоотношениям с франчайзерами вашими, вы предлагаете им, безусловно, или, точнее, ставите жестко вопрос. Вы должны, помимо всего прочего, соответствовать нашим стандартам. Хотите это, вот у нас есть возможность, да, поучитесь, посмотрите, попробуйте и так далее. А контроль потом какой-то осуществляется. Обязательно. И случаи были такие, что вы через какое-то время говорите, нет, с этим парнем нам нужно разрывать, потому что это... Знаете, контроль осуществляется очень серьезный. Два раза в год каждый отель проходит, скажем так, сдает экзамены. Приезжает проверяющий, который проверяет отель по всем показателям деятельности. И по состоянию здания, по содержанию систем инженерных зданий, по чистоте, по уровню подготовки персонала, по тому, какая ситуация на кухне, там чистота, качество приготовления блюд, качество обслуживания в ресторане, конференц-залы и так далее, и так далее. Плюс параллельно, да, это важный момент, мы мониторим напрямую отзывы клиентов о их опыте пребывания. Владимир, еще раз новости, потом мы продолжим. Ну что ж, друзья мои, продолжим наш эфир. Бизнес-класс на Финам-ФМ. Еще раз я напомню, мы сегодня обсуждаем гостиничную индустрию в России в студии Владимир Ильичев, директор по развитию России и СНГ, Хилтон Вордвайт. Что ж, Владимир, вернемся к обсуждаемой нами теме. И так, действительно, вы проверяете, оцениваете, да, что все соответствовало стандартам. И вот это вот тонкие моменты, да, отзывы посетителей. Да, мы мониторим непосредственно без участия менеджмента отеля отзывы клиентов. Потому что когда они регистрируются, они оставляют свои там координаты, имейл и так далее. У нас сидит группа людей, которая отправляет им анкеты по электронной почте и просит заполнить их впечатление о пребывании в отеле. Это все систематизируется по каждому из отелей. И когда человек приезжает с проверкой на экзамен, он уже имеет аналитику по данному конкретному отелю. И вот там как раз люди высказываются обо всех проблемных моментах этого отеля. То ли это там ржавая вода, хотя у нас этого не бывает, то ли это не очень там качественное обслуживание, то ли это там длительное там время регистрации или выписки из отеля, то ли недостаточно комфортно в номере. Ну то есть вот эти вот вещи все, они анализируются. И соответственно при проверке в первую очередь проверяющий обращает внимание на эти моменты. И соответственно выносится в случае там серьезных отклонений от стандартов бренда, выносится соответствующее там предупреждение. Там есть система там включения там зеленый свет, желтый свет, красный свет и так далее. Вот в исключительных случаях мы отключаем отель от системы бронирования и резервирования. Ну если не реагирует собственник или там управляющий на наши замечания. Поэтому есть как бы система там пряников, но есть и кнут, который потенциально можно использовать вплоть до расторжения. А были прецеденты договора с штрафными санкциями и так далее. Это крайне редко бывает, крайне редко. Я честно говоря вот за пять лет, шестой год я работаю в компании, я таких прецедентов, я о них не знаю. Это здорово. Но всегда лучше это иметь, чтобы всех держать в тонусе. Стандарты есть стандарты и клиент он ничего не прощает. Кстати, говоря о тонусе, мы еще можем иметь в виду тонус, некий бизнес-тонус, когда оцениваем некую конкурентную среду. Вот как вы по этому поводу выскажитесь? Есть ли конкуренция в России у вас конкретно? Ну или в принципе в этой индустрии, в гостиничной индустрии? Да, конечно, конкуренция есть, достаточно большая. Все крупные мировые гостиничные сети здесь присутствуют в той или иной степени. Мы с ними конкурируем, достаточно успешно конкурируем. Потому что с точки зрения отелей, которые открылись, мы, может быть, не входим в первую тройку или четверку. Но если прибавить к тем отелям, которые уже работают, те, которые проектируются и строятся, и будут открыты в течение ближайших двух, трех, четырех лет, то мы как бы в первой, скажем, тройке, четверке лидеров в стране. Мало того, Россия для Хилтона сейчас не только приоритетный рынок с точки зрения развития, но это самый крупный рынок в Европе. по количеству контрактов, которые находятся в стадии реализации, проектирования и строительства. Вот эта линейка портфель, скажем так, проектов, который подписан в России, он в России самый крупный вот этот портфель по сравнению со всеми другими странами Европы. Больше, чем в Англии, в Германии. Вот это любопытно, потому что величина этого портфеля, она от чего зависит? От географии России. Потому что, с одной стороны, это так, а с другой стороны, ну, востребованность, наверное, в сервисе в Великобритании гораздо выше, чем в России. Я согласен, но в Великобритании, с одной стороны, востребованность выше, но, с другой стороны, рынок более насыщен отелями соответствующего уровня. Вот. В России наоборот. В России, как я говорил, во многих крупных городах миллионника или около миллиона населения нет отеля международного класса совсем. Ну, вы говорили, что это не востребованность все же, да? Да, это, в первую очередь, недостаток отелей соответствующего класса, который требуется сегодняшнему клиенту. Вот отсюда и рост, и потенциал. Плюс, по сравнению с Европой, Россия последние там несколько лет развивается более активными темпами. Там рецессия, там большая безработица. И, как бы, новые проекты начинаются крайне редко. У нас все-таки экономика развивается, и потенциал достаточно хороший. Стабильная экономическая ситуация в целом по России. Есть запасы, там, золотовалютные. Некие. Да, некий небольшой процент заимствования внешнего. Поэтому, как бы, мы смотрим с оптимизмом на ближайшие там. Я понял. Еще один вопрос, Владимир, смотрите. Существует, ну, в любой, наверное, отрасли, да, чем мы не занимались, некие тонкие моменты, узкие места, так называемые, которые, да, либо бизнесмен решает с трудом, или как-то, может быть, нетрадиционно, либо старается обходить. Вот есть в гостиничном бизнесе подобные тонкие места? Ну, знаете, каждый бизнес там свою специфику имеет, естественно. Я бы об одной специфике гостиничного бизнеса на ней бы остановился, потому что это достаточно, как бы, ресурсо-финансово-емкий бизнес. В отличие от жилья или офисных проектов, где нужно построить шеллен-кор, коробку, здание. И сдать ее в аренду. Сдать ее в аренду или продать. Ну, в лучшем случае отделать там вестибюли, лифтовые холлы. Вот. Все остальное уже там клиенты сами под себя отделают. В отличие от этого, гостиница должна быть полностью отделана, оборудована, оснащена мебелью. И не только мебелью, это, там, белье, там, посуда. Нужно нанять персонал, нужно его оттренировать. Нужно все оборудование проверить и запустить. И только после этого перерезать ленточку, и ты начнешь получать какие-то первые деньги. То есть капитала-емкий бизнес, который требует привлечения значительных финансовых ресурсов. И вот в этой связи, соответственно, возникают у многих девелоперов гостиничных проектов сложности с привлечением заемного финансирования. Деньги у нас короткие, дорогие. Вот. И не всегда такого рода проекты выдерживают такую серьезную финансовую нагрузку. Вот. Я много... Я, извините, предположу сразу же, поскольку проекты, да, иноземные, что называется, иностранные. Может быть, и инвестиции оттуда же вы с собой привозите, что? Вы знаете, мы как бы... Есть у нас партнеры с западным финансированием, но большая часть это российский бизнес. Все же. Да. Где-то они находят иногда западное финансирование, но чаще все-таки это российское финансирование. И я здесь бы хотел подчеркнуть, особенно в региональных проектах, региональное развитие очень большую роль играет отношение руководителей регионов к развитию вот таких вещей, как гостиницы. Гостиница — это не есть просто бизнес. Это элемент инфраструктуры города. Безусловно. Первое, что видит гость, который прилетает в любой город, российский аэропорт. Дорогу. Дорогу до гостиницы. Второе. И второе — это гостиница. Есть ли нормальный, хороший аэропорт современный и хорошая современная гостиница, которую люди привыкли видеть за рубежом, и здесь они получают тот же самый сервис, они об этом судят, поэтому судят о развитии региона. И там, где руководители регионов понимают важность вот этого инфраструктурного элемента в гостинице, они оказывают содействие тем инвесторам, которые идут в такие капиталоемкие проекты. Они принимают законодательство местное, которое позволяет на первые годы как-то возможность облегчить вот эту вот нагрузку тяжелую, предоставлять льготы по налогам. Это не значит, что это надо на все время представить. Это просто на первые годы, чтобы позволить этому бизнесу развиться. Я могу привести пример. Волгоградская область очень активно в этом плане способствует развитию. И сейчас несколько проектов реализовывается. Вот мы первый отель открываем в этом году в Волгограде. Начали заниматься в Тюменской области. Вот я недавно встречался с губернатором. Они в этом направлении активно тоже очень работают. Ряд других регионов. Владимир, я еще раз предположу, что помимо пресловутого спроса на ту или иную услугу в гостиничной отрасли, для вас решающим может стать и лояльность властей местных. Я бы сказал так. Не лояльность властей, а понимание властями того, что этот элемент для города очень важен. Это некий совместный бизнес. Да, это совместный бизнес. Как только появляется отель международного класса в каком-то городе X, он становится сразу интересен не только тем людям, которые обязаны туда по бизнесу или по своим личным делам ехать, но и другим людям, которые, может быть, и не поехали бы. Но если видят, что там есть отель международной сети, а давай посмотрим, что там интересного есть в этом городе. Слетал бы я с удовольствием туда, но там негде остановиться. Там отель советский. Нет, там построили недавно, все полетели, вот вам выбор. Многие иностранцы тоже там лететь или не лететь, если есть возможность не лететь. Лучше не надо. Лучше мы не полетим, тем более, что останавливаться непонятно где и непонятно, что там ожидать. Абсолютно согласен. Владимир, ну и осталось совсем мало времени, и традиционно в конце эфира я прошу гостей вас в данном случае о неких перспективах развития отрасли, ну и перспективы развития непосредственно Хилтона. Вы знаете, по отрасли я считаю, что в ближайшие годы вот с учетом всех крупных спортивных мероприятий, международных высшего класса и политических мероприятий, этот бизнес будет развиваться, развиваться поступательно, и мы как бы видим достаточно длительные перспективы развития этого в России. То, что касается там ситуации с развитием Хилтон, мы активно развиваемся. Вот в этом году мы открыли уже один отель, еще три откроем до конца года, а в следующем году 4-5 отелей. И так приблизительно каждый год 4-5 отелей мы планируем открывать. У нас в портфеле порядка 29-30 проектов, которые вот уже подписаны и находятся в стадии реализации. Причем новый проект запускается, на подходе следующий, естественно. Вот практически во всех городах, где будут проходить соревнования Чемпионат мира по футболу, будут наши отели. Вот, и мы сейчас смотрим уже на города с населением там 500 тысяч и меньше, в зависимости от того спроса, который есть. Поэтому будем продвигать вот те услуги, к которым люди привыкли и которые хотят видеть, во все отдаленные уголки России. Спасибо, спасибо. Владимир Ильичев, директор по развитию России и СНГ. Хилтон Worldwide был сегодня в бизнес-классе. Мы говорили о гостической индустрии в России. Спасибо Владимиру, уважаемые слушатели, спасибо за внимание. Успехов в бизнесе. До свидания.